Привет, интернет! Начало классическое. Сегодня нам удалось получить на интервью одного из людей, кто ознамерился, начали делать контент в этой стране, то есть у нас на телевидении. И вот у нас сегодня в студии очень интересный такой товарищ, я сейчас в предвкушении, сейчас мы дадим стране угля хоть мелкого, но много. Александр Гольцер, правильно? Гольцев. Гольцев, да? Ну вот мне почему-то смотрю, Саша, на твое лицо, вообще как не Гольцман, извини, конечно. Александр Гольцер. Гольцев. Гольцев, господи, ну вот я не знаю, значит все-таки вот это оно. Сознатель, идея, автор сериала Гейзер, который сейчас на 31-м канале активно, я знаю, там продвигается. И вот давай с чего-то начнем. Первый вопрос, вообще мне вот интересно, что последнее время мы видим всплеск какой-то, что там начали на каком-то канале что-то делать, на 31-м начали что-то делать, там еще на каком-то начали, то есть оживился вообще вот это контента создающая инфраструктура. Вот ты как участник ее изнутри, то есть что ты можешь вот по этому поводу сказать, вот твои какие-то краски, ощущения, то есть еще что происходит? Не, ну в первую очередь хочу сказать, что оживилось это давно. Вот все-таки я насчет фамилии, по-моему, не ошибаюсь, ты так вот, когда Саша попадает в кадр, вот, мы русские должны все-таки помогать друг другу, вот, ну это замечательно. Так вот, насчет того, что всплеск, я считаю, что свет начался давно, и когда ты сказал, что кто-то что-то начинает делать, да, то есть я вообще считаю, что мы едва ли не в последний вагон еще запрыгиваем уже, потому что на каждом телеканале уже идут проекты уже по второму, по третьему сезону многие проекты идут. Казахфильм делает сериалы, многие студии делают сериалы, и поэтому я считаю, что как нельзя мы вовремя с нашим проектом, для нас вовремя, разумеется, если как бы не поздно вышли. Поэтому, мне кажется, ситуация все-таки такая на рынке, что это не всплеск, а это нормальное, естественное уже количество сериалов, которое должно было когда-то дойти до того, чтобы их все начали видеть. Не, ну, тут я знаешь, в каком контексте спрашиваю, что до недавнего времени, то есть я просто, знаешь, вот я скажу честно, да, то есть я, как и многие наши зрители, наверное, мы слегка не очень смотрим телевизор, ведь, Саша. То есть я не знаю, насколько ты сейчас чувствуешь эту тенденцию, да, то есть, но сейчас ведь в плане вот в медийном пространстве там все смешалось в доме Облонских, я бы так сказал. А кто-то говорит, что вот все, кирдык телевидению, да, и будет интернет. Я вот, например, так себе не вижу, да, но я вижу и другое, что интернет, он в определенном смысле отобрал большую часть аудитории у каналов, да. А чем это было вызвано, вот, например, у нас, почему все так легко ушли в интернет? Потому что, ну, раньше каналы покупали контент откровенно не местный, да, это было много российских сериалов, да, много там импортных сериалов, и до сих пор это продолжается, да, то есть, но местные лица, местные артисты, местные какие-то темы, да, они были не очень задействованы, это же тоже вот правда, да, то есть. С другой стороны, ты говоришь так, как будто в интернете есть местный контент, и с телевидения ушли в интернет ради контента. Мне кажется, с телевидения просто ушли в интернет. И, то есть, какой бы, то есть, не из-за того, что там не было контента, может быть, местный контент, возможность вернуть назад зрителя, но никак, я считаю, отсутствие контента не было причиной того, что он ушел. Ну, это, знаешь, вопрос диалектический, на него там толком, мне кажется, ответов таких вот уж прям совсем понятных, там вроде у всех есть, но вот я для себя, как бы, да все развивается, там все меняется. Давай про твой сериал поговорим, я знаю, что у тебя там снялось огромное количество таких интересных, узнаваемых артистов, вот давай их назовем, прям этих героев замечательных, вдруг кто еще не видел, то есть давай вот поговорим немножко об этом. Ну, в главных ролях у меня снялись замечательные, да и во второстепенных, у меня во всем сериале снялись замечательные актеры. То есть, там вот незамечательных, в общем-то, и нет, так если разобраться. Ну, да, там, ну, может быть, где-то на массовке пару человек случайно забежало, которых мы не звали, которые сами забежали со спины, может, люди незамечательные, а так все замечательные. Не, ну, кто бы сомневался, Саша, я не знаю, я ошибся с фамилией, вот, я вот еще раз ловлюсь на мысли. Ну, просто насчет актеров. Назови, давай, давай, давай их поназываем, потому что там список действительно такой. Давай поназываем, начнем с главных героев. Главных героев у нас четыре, это два замечательных парня, Кайрат и Вася, которых играют Ислям Нуртазин и Антон Митнев, очень известные актеры для нашего зрителя. Ислям снимался очень много в сериалах тоже в различных, в кино. Антон молодой, но очень перспективный актер, играет в нашем Лермонтовском театре, в серьезных спектаклях. И мне как бы было очень приятно, что этих актеры захотели поучаствовать в моем комедийном сериале. Идем дальше. А третью, нашу героиню, единственную главную героиню, играет Гульнар Сельбаева, которая просто украсила наш сериал, просто замечательно. Ну и, разумеется, наш фронтмен, четвертый главный герой, это Владимир Толоконников, который играет непосредственно самого Гейзера. Но тут уже вообще можно особо не рассказывать, то, что он пришел к нам в проект, это была очень большая радость для нас. Хотя, скажем так, мы его изначально под него и придумывали. Вот так вот. Да. Ну не то, чтобы сразу, у нас не было мысли, а давайте снимем сериал, в котором сыграет Владимир Толоконников. Но когда мы начали думать о том, что вообще надо делать какой-то сериал, то буквально одна из первых мыслей, когда мы, а если сделать такую, если сделать такую версию, придумали нашу незатейливую историю про двух ребят, которые хотят криминального бизнесмена обмануть. И как только у нас возникла мысль, что у нас будет взрослый, серьезный актер, играющий криминального бизнесмена, мы сразу же... Вот тут пришла мысль, надо договариваться с Толоконником. Слушай, вот я сейчас тебя слушаю. Ты все время говоришь, мы, нас, нас посетила эта идея, мы придумали. То есть тут я вижу два варианта. Либо ты уже, собственно, ну о себе, как мы, государь, всея телевизионного рынка, малая и средняя, да, то есть вот, траля-ля, да. Ты был у меня из команды. Вот, вот, потому что, ты знаешь, как-то это у тебя буднично звучит, мы придумали идею сделать сериал, да, а потом мы взяли и сделали. Мы придумали сериал о Толоконникове, понимаешь, а взяли, позвали Толоконникова, и он как-то и пришел. Вот, мы решили его размещать там на 31-м канале. Они взяли и согласились, они, наверное, денег, да, еще дали? Ну, вообще-то, да, мы на их деньги снимали это дело. Ну, а я таки себе думаю, что это, наверное, не так все просто по нынешним временам, понимаешь? Что-то я не вижу вокруг уж так много парней, которые вот, да, взяли и сериал с Толоконником сняли. Давай начнем с другой стороны. С этой идеей я ходил 7 лет. Это не значит начало разговора. Саша, это вот, 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 вот уже, понимаешь, вот все становится на свои места, понимаешь? Потому что я в эти близкриги, вот что-то плохо. Нет, ну почему? То, что я с этой идеей ходил 7 лет, вовсе не исключает того факта, что мы придумали, мы сделали и мы решили. То есть, да, была такая идея. Нет, ну слушай, на 8-й год уже должно было случиться, ну, в конце концов. Ну да, поэтому я и говорю, когда... Просто, наверное, всех достал уже, да, я так думаю, за 7 лет. Нет, ну, родились какие-то новые видения, новые понимания. То есть, допустим, когда я на 31-й канал 3 года назад принес концепцию и сценарий, мне сказали, иди-ка ты отсюда с такими идеями. А почему? Ну, там была полностью совсем другая концепция, другой сценарий. Там был довольно шизовый вообще сериал, неформатный. Мы его переделали и сняли пилот. Принесли пилот на канал, сказали, посмотрите пилот. Пилот посмотрели, сказали, нормально, теперь берем. Теперь берем. Да, теперь берем. Но понимание того, какой должен быть формат, и понимание, что надо сделать пилот, на это ушло 5 лет. После съемок пилота, вот у нас полтора года ушло до эфира. То есть, по большому счету, если уж опять же вернуться к самому началу, дело было давно. И насчет мы. Когда я говорю мы, я имею в виду действительно никого-то конкретного. Вот есть человек, с которым мы вдвоем придумали. Огромное количество людей помогало. Вообще, с чего возникла идея? Сидели мы с моим другом Ромой Альманским и просто думали, что надо... Ромке привет. Да, надо как-то, что-то, как-то надо, вот, что-то сделать. Я, если честно, давно, очень давно хотел... Альманский, в отличие от тебя, он сразу признался, что он еврей, собственно. Понимаешь, я не знаю, ты вот все пытаешься какие-то русские корни эти продвинуть, ну, хорошо, Саша. Не, ну, тот вот, заметь, да, тот сразу сознается, да, ребят? Ну, вот так получилось. Вот, в общем-то, да, в общем-то, Рома, да. Вот, ну, ладно, это... Не, я понимаю, что если я, как ты выражаешься, признаюсь, у нас более душевно пойдет разговор... Нет, да нет, я вот, ты знаешь, ну, я не знаю, у меня по красной нитью через интервью, вот, ну, хорошо. Нет, Саша, я бы с удовольствием признался, ну, к сожалению, ты знаешь, мне очень часто, очень часто... Ну, там же вот есть вся скорбь еврейского народа у тебя в глазах, вот, особенно, когда ты так на меня смотришь. Ты знаешь, да? Да, очень вот похожа. Нет, я тебе честно скажу, скорбь еврейского народа, да, она как бы присутствует, вот. Вот, но не раз случались определенные ситуации, когда, действительно, ничего не имею против еврейского народа, учитывая, что у меня очень много друзей, очень близких, вот, которые тоже, так же, как и ты, меня... Всячески, всячески в свои ряды пытаются. Да, всячески в свои ряды пытаются, причем я очень люблю и уважаю всех моих друзей и очень уважаю все это дело. Ну, и даже сериал мы этот снимали, это, кстати, про еврейский народ отдельный разговор сейчас будет, да, почему, мне все говорят, почему название Гейзер? Да. Потому что у нас вообще, Васю должен был Рома Альманский играть. Вот так вот. Да. Семь лет назад, когда мы это придумали, играть должен был Рома. А что случилось? Альманский вроде жив-здоров. Альманский жив-здоров, ну, как в том этом, помнишь, собачка уже подросла, вот, и я уже состарился. И Рома уже вырос. И по большому счету, мы буквально, когда сели, уже начали все это дело снимать. То есть у нас семь лет назад Рома должен был играть Васю Гейзера. Молодого, красивого парня, в общем-то, студента, да? Да, 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 да. Ну да, а тут вот молодая, собственно, она уже была, да. Да. То есть не очень молодая, да, у студента голодного по сценарию, да, вырос такой весьма, собственно, такой, как это, говорящий о большом достатке животик, да. Ну да, то есть в данный момент, в данный момент Рома у нас в сериале сыграл начальника Васи. Вот так вот, вот он уже органично. Да, Рома сыграл начальника Васи Германа Романовича, и он сыграл человека, который может себе позволить, там по сюжету есть несколько таких ситуаций, когда начальник спалился перед своей женой, что ездил с любовницей на семинар и попросил Васю всячески сделать вид, убедить свою жену, что он с Вася ездил, а не с любовницей-то на семинар, да. И как бы у нас... Слушай, интересное кино у вас, я серьезно, я прямо вот уже хочу посмотреть, потому что ты вот мне сейчас уже столько... Слушай, а еще ты говорил, Пагасян снимает. Да, я сейчас про всех расскажу, да. У нас много кто снимается, а дема в том, что и когда мы сняли вот эти вот вещи, то есть я очень, я безумно хотел снять Рому вот в этой роли, и Ромка хотел снять, потому что по большому счету мы придумали, то есть Гейзера придумал я, но мы с Ромой придумали, что надо снимать сериал. То есть мы вот так сидели, я очень давно, я 15 лет снимал рекламный ролик, меня задолбало, да нельзя. И как любой рекламный режиссер, я хотел снять полный метр. И что-то то не так, не срастается, то это не срастается. Мы сидели с Ромкой, он говорит, Олег, что ты паришься? Ну сними сериал. Я говорю, что я парюсь, давай начнем с сериала. Думали, что будет просто, ну, 7 лет назад, но оказалось все не так. Слушай, а вот по ходу пьесы вот всех интригует, я уверен абсолютно, да, то есть, а сколько вообще стоит снять сериал? То есть мы, конечно, не будем сейчас выпытывать у тебя, да, там, сколько конкретно тебе там дали денег на 31-м канале, ибо, наверное, это есть там какая-нибудь коммерческая тайна. Но давай вообще поговорим немножко о цифрах, потому что я уверен, вот сейчас с той стороны экрана сидят тоже, ну вот как вы с Альманским, только 7 лет назад. И вот у них есть тоже сейчас сериал, который они хотят снять, и они хотят куда-нибудь прийти. Ну и вот чуть-чуть этих ребят как бы, да, вот, ну, они уже поняли, что будет нелегко, что 7 лет надо подождать. Вот, но тем не менее, сколько бабок им просить надо вообще в оригинале, чтобы так ничего получилось? Ну, сколько бы денег тебе не дали, всегда будет мало, но... И он мне вот доказывает всю программу в эти... Не, ну смотри, дело в том, что когда ты хочешь что-то сделать, ты думаешь, что ты сделаешь вот так, вот так-то так. Снимем на две камеры, потянем вот этих вот этих актеров. Да нет, а давай потянем еще актеров, а давай потянем более дорогих актеров. А вот да давай как бы снимем на три камеры, а надо свету больше притащить. А давай-ка мы будем снимать не 20 съемочных дней, а 40 съемочных дней. А давай-ка мы подольше повозимся с планами. А давай мы не будем снимать в павильоне, а давай мы будем снимать на натуре с переездами со всеми. И в итоге, ну, я могу сказать, что снять сериал стоит от 10 до 20 тысяч долларов за эпизод. За серию? Да, за серию. Я могу сказать, я сейчас не то, чтобы это коммерческая информация. Нет, а что тут? Ну, это общие цифры, я считаю. Все же знают, что рекламный ролик, да, там, снять, ну, все, когда мне говорят, что его можно снять за 3 тысячи долларов. Ну, что-то там можно снять за 3 тысячи долларов, понимаешь? За 3 тысячи можно снять, за 5 нельзя. Ух ты, ну, а почему? А потому что человек, который платит 3 тысячи долларов, он понимает, что сильно пафосно ему не снимут, потому что он платит всего 3 тысячи долларов. Я заметил, у клиентов есть какой-то психологический рубеж. Когда они платят, вот легче снять 5 роликов за 2 тысячи. Да. И сдать их в течение 2-х недель, и клиенты будут довольны, чем сделать 2 ролика по 5. Потому что, когда человек платит 5 тысяч, он уже начинает ожидать чего-то такого. Потому что у нас же как смотрится? Да я на эти 5 тысяч, ого-го! Да, да, да. Да, и вот теперь смотрим, что, чтобы снять ролик за 2 тысячи, мне нужен оператор, видеоинженер звукач, и все, и по большому счету. Ну, это не то еще, оптимистичный прогноз. Там вот половину можно убрать, в общем-то, не сильно испортится. А в ролях играют, как правило, друзья и знакомые заказчика, которые очень хотят сняться в рекламе. То есть, и, пожалуйста, ролик за 2-3 тысячи снимается на ура и сдается на ура. Потому что 2-3 тысячи клиент считает, что это... Ну, просто, да. Все заплатят, чтобы ты ушел уже. А, 2 штуки баксов. Ладно, не вопрос, пацаны, держите. Трояк остался, вот надо куда-то его пристроить. А когда человек платит 5 тысяч, 7 тысяч... А потом, когда ты говоришь, что вот этот ролик за 3 тысячи долларов прокатать по телевизору нужно 50 заплатить, они грустнеют. А когда выясняется, что 50 это на одном канале и неделя? Им совсем как-то нехорошо. А вот буквально вот с коллегами, с друзьями позавчера как раз эту тему обсуждали, что рекламные ролики надо снимать либо до 3 тысяч в бюджет, чтобы вот как семечки, вот они щелкались, либо уже свыше 10. Потому что в любом случае дешевле 10 ты нормально и не снимешь. И любой клиент, который дает 5-7, он уже ждет от тебя, что ему шедевр сделаешь. Не тленку, понимаешь? Да. Что каннских львов мы порвем как минимум, понимаешь? Вот этот привезем за 7 тысяч ролик, он, понимаешь, как порвет всех. Поэтому я вам так скажу, тебе и тем, кто, может быть, те 10 человек, которые заинтересовались моим сериалом. Нет, ты же, бросься, я думаю, гораздо больше. Тебя обидел таким образом. Нет, ну да, у нас даже программа наша смотрит много раз, я думаю, 12 уже посмотрит хоть как. Не, ну я сейчас, Якинтам сейчас позвоню. Вот, я своим позвоню, то есть мы как-то, я думаю, сделаем вот это, чтобы будет смотреть побольше. По диаспоре опять же, да? Нет. Кинем кличи. Да, если по диаспоре, то тогда вам все легче. Слушай. От 10 до 20, да. Я прям услышал. Нет, больше 20 ни один канал практически не даст, а меньше 10 уложиться тяжело. И вот тут самое главное, получить эти от 10 до 20, и самое главное... Как говоришь, получить, знаешь, как с 5 до 6, но без конфискации, желательно. Да, самое главное, там, от канала или от инвестора получить эти деньги, и самое главное, не облажаться. Если ты решил делать за 10, ты сделай за 10 хорошо. Если ты решил делать за 20, ты делай за 20 хорошо. Потому что тут уже, конечно, это не российские бюджеты, где там эпизод за 100 тысяч считается дешевым. Вот так вот, да? В России вот так? Не, я просто, я вот, честно скажу, я в этом совершеннейший профан, да, то есть, и, смотри, как интересно. Но опять же, мы все... Учились понемножку, почему не будем. Да, мы все имеем доступ в интернет, в гугле никого не забанили, в принципе, вся эта информация доступна. Не, ну, это, видишь, надо хотеть спросить, то есть, я как бы до недавнего времени не очень хотел, а сейчас поговорить с тобой, прям стало уже интересно. Ага, мне все говорят, а выгодно снимать сериалы? Я говорю, да откуда я знаю? Я еще не домонтировал. Вот так вот. Слушай, давай еще поговорим у нас, вот от тебя даже сейчас прозвучало, что есть артисты подороже, есть артисты подешевле. Я вот разговаривал с Турсуновым, мы делали тоже с ним интервью, кстати, гораздо более, более чем 12 человек посмотрело. Вот, поэтому, ну, как бы, хорошие новости, это многим интересно. Вот, я думаю, что, вот, давай проясним чуть-чуть вот ситуацию, то есть, вообще, есть ли у нас вот профессиональные артисты, вот, ну, понятно, Толоконников, он еще с советского времени профессиональный артист, как говорится, с него станется. Там, понятно, с Пагасяном, да, он народный артист, там, Республики Казахстан, да, то есть, их просто так эти звания даже у нас не дают, понимаешь? То есть, это люди, которые, вот, всю жизнь отдали, условно говоря, искусству. Но, вот, сейчас большая плеяда, какая-то новых каких-то там людей заходит, да, на этот рынок, мы их видим там, там, там. И вот, мне всегда интересно, а что они кушают такие, вот эти вот все наши артисты? Проясняй ситуацию. То есть, вот, я вот разговаривал с Ануаром Нурпиисовым, да, то есть, вот, он снимался в «Розовом зайце», ля-ля-ля, вот, он мне тогда сказал, что, ну, не так много, как всем кажется, они там и получают. Ну, да, конечно, мы не можем платить каких-то диких гонораров. То есть, опять же, все зависит еще и от того, сколько актер снимается. Если актер играет главную роль и снимается, допустим, у нас месяц, там, 20-30 смен, то, разумеется, он нам дает скидку и гонорар одной смены меньше, чем если бы мы этого же актера привлекли на два дня. Ну, да. Оптом дешевле. Да, ну, это как бы, это стандартный вариант, да, у одних актеров гонорары больше, у других меньше, но, опять же, я не могу сказать, что это коммерческая тайна, но мне не хотелось бы озвучивать гонорары актеров. Не? Ну, да, я... Это сильно много или сильно мало? По какой причине? Нет. Или некорректно? Это некорректно. Я скажу, что мы немного платили нашим актерам. Вот так вот, да? Да. Скажем так, с чем сравнивать? Может быть, для кого-то, да, может быть, даже и тот же, там, другой режиссер посмотрит и скажет, что-то вы дофига заплатили актерам, да? А с другой стороны, я смотрю на то, что они сделали и считаю, что были бы у меня деньги, я бы и больше заплатил. Потому что я благодарен всем актерам за проделанную работу, и это комедия, это мы снимали фильм, который заранее нельзя было предусмотреть, какой он будет. То есть, когда ты снимаешь, там, мемодраму, там, или, там, боевик, у тебя все должно быть просчитано до каждой эмоции, до каждой секунды. А там все разрисовано, и не дай бог туда-сюда отойти. А у нас комедия. Мы на площадке родили половину. Вот так вот. Да, и я благодарен актерам, которые помогли это все сделать. Опять же, вот мы так немного спрыгнули с этой темы, я сейчас еще хочу рассказать про актеров. Ну, а чтобы закончить финансовую тему, я говорю, что я искренне был бы рад платить актерам больше, потому что это того стоит. И у нас очень хорошие актеры, и очень замечательные. И, в первую очередь, наши большие бюджеты, я считаю, должны быть, просто чтобы мы могли больше платить нашим актерам. Чтобы актер не разрывался между двумя-тремя сериалами или там съемками. А вечером еще там Адой работал. Да, вечером работал там Адой. Поэтому, конечно, нам... Ну, вот справедливости ради, Саш, то есть все же наши вот узнаваемые артисты, они так или иначе у них еще непонятно, где они больше денег зарабатывают. А в той индустрии, да, то есть или, ну, допустим, снимаясь в кино, там, в сериалах, мне кажется, там даже 50 на 50 нету. То есть вот они на корпоративах, там, свадьбах и юбилеях зарабатывают в разы больше. Я тебе больше скажу. Некоторые актеры у меня снялись бесплатно. Ну, так вот. Некоторые актеры снялись бесплатно. Это мои друзья, которые просто сказали, Сань, да ладно, у тебя там других затрат дофига. То есть я понимаю, когда актер снимается в течение месяца, тут другой разговор. Но у нас много таких мелких эпизодических ролей. Просто пришла звезда на одну серию. И ушла звезда на одну серию. Очень многие просто снялись бесплатно. Потому что, ну, так вот, опять же, как сказал один из моих друзей, который у меня снялся бесплатно, я тебе, говорит, выставлять по прайсу, я тебе не могу. Неудобно. Да. Делать скидку, делать скидку, это скажут потом, почему ты там сделал скидку. Да, лучше давай в подарок. Давай я тебе снимусь бесплатно. И если меня спросят, почему ты снялся задешево, я ничего не смогу ответить. А если меня спросят, почему я снялся бесплатно, я скажу, потому что я снимался у друга. И как бы, то есть я очень многих известных актеров на маленькие роли пригласил именно по дружбе. Ну, и опять же, с тем же Сережей Погосяном, он, как бы, не озвучивая цифры, он сделал очень большой. Он снялся почти по себестоимости, потому что мы давно друг друга знаем. И он так же все эти семь лет смотрел, как я бегаю с этим проектом. И просто был рад помочь. Но опять же, человек... Что оно уже случилось. Человек мотается между двумя городами. И, разумеется, есть какие-то тарифы, ниже которых он просто не может сниматься, так как нам всем нужно кормить семьи. Ну, и по поводу, опять же, актеров, та же самая Гульнара Сильбаева. У нее физически не было времени на эти съемки. Она на второй день после окончания съемок улетела за рубеж на очень большой и крупный проект, о котором я не могу озвучивать, так как это пока коммерческая тайна. И не моя, тем более. Но она отснялась в этом сериале лишь по одной простой причине, что она была семь лет назад первым человеком, которого мы утвердили на одной из главных ролей. Она еще была студенткой КИМЭПа и участницей команды КВН КИМЭП. Это было... Мне вот сейчас говорят, ты звезд собрал. Вот так же Гуля Сильбаева. Она семь лет вместе со мной ждала, пока я запущу этот сериал. Просто пока я мучился с Гейзером, Гуля успела отыграть в команде КВН Казахи. Сняться в нескольких фильмах и сериалах, стать ведущей на Первом канале. И стать уже звездой того уровня, которого мне, может быть, пришлось бы эту звезду выдергивать. Но она вместе со мной все семь лет ждала этого сериала. И как бы ни была загружена, она просто снялась в этом сериале, потому что тоже его ждала. Ну, это очень здорово. Слушай, такая вообще... Ты вот мне сейчас рассказываешь, я прям вот это все увидел. Слушай, вот этих ребят где-то там на кухне, которые придумали этот проект. И потом вот эту долгую-долгую историю. Кто-то уже стали совсем там уже... Ушли далеко, да? То есть, ну, как-то... Ты действительно, получается, я вот что сейчас услышал и увидел, очень много вложил туда, ну, самого себя, скажем так. Ну, да даже семь лет про это думать, это просто уже, я считаю... Не просто думали, мы писали с моим другом и товарищем Славой Грачевым. Мы все эти семь лет писали сценарии, переписывали. Но, опять же, возникают какие-то другие вещи. Какое-то время забываешь, потом возвращаешься, потом понимаешь, что надо что-то переделывать. И, опять же, когда говорю мы, сначала мы с Ромой это придумали. Потом мы со Славой семь лет писали, переписывали сценарии. Мы с другими актерами снимали пилот. До пилота мы снимали еще какие-то, делали презентажки. То есть, потому что, опять же, вот те, кого я назвал сейчас уже, это вот главные герои, там, Ислав Муртасин, Антон Митнев, Гуль Сельбаева, Владир Толоконников. У нас замечательные актеры играют. Вот помимо Сергея Погасяна, у нас играет Сережа Уфимцев. Это просто монстры, актерище. И он у нас играет такого смешного персонажа. Он у нас играет, то есть, бандита, такого комедийного бандита. То есть, Коляна. Такого. Урку, который уже как бы не урка, но вот это все в нем есть. Да, и Сережа нам просто такого персонажа дал. Это мой хороший друг Сережа Никоненко, который тоже помогал мне все эти годы. И сейчас тоже сыграл одну из второстепенных главных ролей. Это вот мои друзья, как сказал, Рома Альманский. Это Мурат Аспанов, который тоже у нас снялся в нескольких сериях, в эпизодах. Слушай, ну тут собрал туда вообще всех, кого можно. Фархат Абдраимов. Легче сказать, кто у тебя там не снялся и кто у тебя не друзья. Я бы Фархат Абдраимов в наше время приехал, на полдня снялся в одной серии. Хотя тоже как бы не мог выиграть. Тоже, чтобы поддержать, чтобы... В общем, всем миром, слушайте. Да, снимали, да. Снимали всем миром. Я прям уже это, начинаю понимать. Допустим, опять же, старые какие-то, кого-то я, мои старые, там, с кем-то когда-то в КВН там играл тоже, там, Вера Захарчук. Мы ее вытянули специально под нее, написали роль, потому что мне всегда хотелось, еще мы с ней в КВН вместе играли. Я вообще просто был всегда без ума от ее комедийного дара. Лариса Паукова, которую я вытянул на одну роль, просто чтобы знал, что только она сможет сыграть вот этого персонажа. Потому что тоже очень хорошо и давно ее знаю. Ну, очень многих. Я, может быть, даже кого-то сейчас, если... Ну, просто запарюсь, не назову сейчас, да. Но, я надеюсь, эти люди, если они попадут в число этих 12 человек, увидят, что я про них не сказал, с пониманием отнесутся, да. Потому что огромное спасибо вообще всем, да, там, Филипп Волошин, который у нас сыграл, это, партнера по работе Кайрата, который такого нам гаденыша вот дал на экране, такого гадкого человека, хотя при всем при этом, будучи таким замечательным актером и замечательным человеком, там такого подонка дал на экране, там, да, Урен Айдаркулов. Ну, то есть, все ребята, которые вот мне... Мы все вместе делали этот сериал. Мы придумывали, причем кто-то просто предлагал, кто-то прям спорил. А сколько время ушло на съемки, Саша? Мало. Ты знаешь, мы работали в диком режиме, у нас ушло 40 съемочных смен. Вот так вот. Да, по большому счету 60 было бы в самый раз. Не, ну 40, они были как-то все равно растянуты. Нет, нет, я имею в виду смены. 40 смен. То есть, снимали мы 2,5 месяца. Ну, почти без выходных, тоже огромное спасибо группе. Но у нас просто так получилось, что в силу объективных и субъективных причин мы долго раскачивались, потом пока то, пока сё, были там свои моменты. И мы запустились сравнительно поздно, должны были быть чуть раньше, запустились сравнительно поздно, мы запустились в июле, а эфир у нас был запланирован на октябрь, и нам не хотелось его переносить на следующий год. Вот, и мы решили поднапрячься. И работали практически без выходных, с переработками. И многие актеры, там смены были по 15, по 18 часов некоторые. Съемочная группа уставала, актеры уставали, но все отработали. Ну, такие сделали, слушай. Да, сделали, поэтому огромное спасибо и съемочной группе, там каждому, и всем вместе, и актерам. Сделали, знаешь, есть какие-то вещи, которые хотелось бы сделать лучше? Ну, а вот глядя сейчас на то, что мы сделали, мы подумали, мы подумали, да. И посмотрели, что у нас есть два варианта. Первый вариант, думать, что где-то что-то могло быть лучше, а вот здесь надо было так, а вот здесь мы что-то не доделали. Вот, есть второй вариант, радоваться, что мы все-таки это сделали. Мы так подумали, выбрали второй вариант. Ну, так и слава богу. Нет, я считаю, что когда столько эмоциональной, скажем там, сил, средств, столько желаний, столько всего-всего-всего, объединенной воли какой-то суммированной, вот то, что вот я сейчас от тебя слышу, людей, да, там, огромного количества, ну, как это могло не случиться, да, то есть, когда столько народу, да, действительно с таким теплом, там, и вообще всего-всего-всего хотят это сделать, но оно не может просто не случиться, мне кажется, да, то есть, это вот натурально по вере вашей воздастся вам, да, что вот, ну и хорошо. А теперь давай... Всем миром, всем миром. Да, всем миром, ну, так как ты рассказываешь, оно так и есть, получается. Ну, считай, при этом весь 31 канал еще переживал и за это дело, и тоже содействовал. Ну, я думаю, тут еще уместно, наверное, все-таки поблагодарить и 31 канал, да, то есть, в этот список благодарности внести, в каком контексте, что они таки поверили, они таки услышали. Нет, это вообще, это без вариантов. Они поверили, они услышали, они дали, по большому счету, такой карт-бланш, выдали денег и сказали, делай. Вот, и мы сделали, да, как опять же, я говорю, но 31 канал тоже, за что им огромное спасибо, из двух вариантов выбрал второй, что сделали, и хорошо. И тоже, я уверен, что, допустим, тот же самый канал, до любого продукта можно докопаться, можно любого продукта докопаться, но огромное спасибо еще раз каналу за то, что они доверили, за то, что сейчас наш продукт идет в эфире, за то, что идет ему поддержка рекламная всяческая, поэтому с каналом это просто, ты немного опередил, это была отдельная тема для разговора. Ты в конце хотел, да, суть. Вот. Не, ну, знаешь, я... Вот тебе еще следующий интересный вопрос. Ну, слушай, ну все здорово, да. Как помнишь, вот, и очень люблю эту книгу, там, «12 стульев», там, «Золотой теленок», это классика, да, но вот когда Остап, наконец-таки, получил вот этот вожделенный чемодан с миллионом, у него, на него начал давить атмосферный столб, как вот на каждого, там, творческого человека, понимаешь, и, ну, все, вот случилось, сейчас еще чуть-чуть отгремят эти все литавры, вот все здорово, но это вот, как, да, это такой большой кусок жизни, там, где-то на сердце осталась вот эта вот картинка, которую уже никак ты не вырежешь, там, сотни тысяч людей посмотрят ваше творение, да, она как-то их поцарапает, там, кого-то погладит, рассмешит, неважно, да, то есть, ну, а вот у тебя, как у творца, ну, вот, а что дальше? Ну, в первую очередь, от Остапа, отличаясь тем, что у Остапа хоть был чемодан. Ну, да, тут все-таки издевательское сравнение. Чемодана нет. Нет, ну, Саша, ну как, чемодана нет, есть сериал, понимаешь, деньги уже, же, это, потратили. Да, нет, деньги потратили, слава богу, что, в отличие от множества примеров, чем, чем хорош сериал, да, от полного метра, где половина потраченных денег, куда потратили, неизвестно, и что сняли, и когда это увидит зритель, неизвестно, и, скорее всего, не увидит, сериал, он прочий. Потратили деньги, продукт есть. Вот, поэтому, да, продукт есть, что дальше? Дальше будем смотреть, будем смотреть на то, как примет зритель, какие будут рейтинги. То есть, это рынок, то есть, по большому счету, и деньги-то мне 31 канал дал, не потому, что я такой замечательный парень, пришел, сказал, дайте мне денег, потому что поверили, что сериал может собрать рейтинг. Это, как бы, ну, ты без меня знаешь прекрасно, да, нет рейтинга, нет революции, все, то есть, до свидания. Нет, ну, на телевидении это так. Да, поэтому будет рейтинг, будет продолжение. То есть, это, как было изначально, понятно, это было озвучено с тем же самым каналом. Будет рейтинг, будет продолжение. Не будет рейтинга, не будет продолжения. Все очень просто. Дело в том, что у меня, может быть, сейчас какие-то другие откроются перспективы, я надеюсь. Потому что основная моя проблема была в том, что, как в том анекдоте, помнишь, про плечевую девушку, с которой никто не спит, когда она приходит к доктору. Помнишь этот анекдот? Ну, давай, озвучим его. Когда девушка приходит к доктору и говорит, доктор, у меня плечи, со мной никто не спит. Доктор говорит, ну, у вас плечи, потому что с вами никто не спит. А с вами никто не спит, потому что у вас плечи. Ну, я понял. Зампутый круг. Да, да, да. У меня была такая же ситуация. То есть у меня есть несколько разработанных полнометражных проектов, комедийных. Там есть по другим парочка других сериальных проектов. То есть проекты есть. Но вот как в том анекдоте. Они приходят и спрашивают, а что вы делали до этого? Ты ничего не снял, потому что тебе не дают денег. А тебе не дают денег, потому что ты еще ничего не снял. То есть я говорю, один в один, как в том анекдоте. То есть сейчас с одной стороны я этот порочный круг разорвал. Ну да, то есть у тебя есть конкретно портфолио уже. Вот, ребята, пожалуйста. Вопрос, а хорошо я снял или плохо, это будет уже судить зритель. Это будет судить те же самые люди, которые рассматривают мои проекты. Не знаю, ты мне сегодня вот этой всей своей истории, ты мне продал эту идею посмотреть этот сериал. Я вот без ложной, как говорится, этой. Не, понимаешь, нам же как происходит вот это желание что-то посмотреть или не что-то посмотреть. То есть вот как правило, почему вот в соцсети сейчас выходят на очень серьезный градус в этом контексте, что есть у тебя там, я не знаю, 10-15 человек, на мнение которых ты опираешься в данном вопросе. Вот они пошли в кино, сказали, ну как-то вот, ну в общем-то ничего. Понимаешь, ты сидишь и думаешь, вот оно надо тебе очередное, в общем-то, ничего посмотреть. Или говорят, о, вау. Ты понимаешь, там, как бы, и как мы вообще должны принимать, да, вот это решение. То есть, ну кто-то там анонсы смотрит там на том же самом канале, да. Но есть же еще раз, много людей, я знаю, что у 31-го, у нее аудитория, это очень большая, находится, допустим, по областным центрам Казахстана. Очень большая аудитория казахскоязычная, очень большая аудитория женская, да. То есть, ну вот, насколько я немножко так это владею уже этим вопросом. Вот, женщинам, кстати, интересно будет смотреть. Ну, знаешь... Потому что это вот в случае с 31-м каналом, это важно. Ну, тут, да, есть, у меня с Гейзером есть одна такая особенность, то, что это сериал не нишевый. Это, как бы, и плюс, и минус нашего сериала. То есть, мы изначально думали, когда думали о сериале, что мы будем снимать, была мысль вообще снять нишевый сериал. Сериал для женщин. Все. Сериал для молодежи. Да. И взять нишу. Но при этом хотелось снять Гейзера. Почему? Потому что мы, опять же, с Ромой, со Славой, там, со многими другими ребятами, с которыми мы общались, мы придумали. То есть, да, я придумал основу, но потом мы вместе дорабатывали. И сейчас я могу сказать еще одну вещь о своем сериале. То, что у него полностью оригинальная идея. Абсолютно. Такой идеи нет. То, что два парня решают себя выдать за сына криминального бизнесмена, чтобы срубить с него деньжат, это не новая идея. Она не оригинальная. Проблема в том, что происходит после этого. Проблема в том, что они ради этого, там, в силу определенных причин, одному из них приходится, чтобы получить фамилию Гейзер. Опять же, кстати, возвращаемся, почему, это потом я расскажу еще, почему называется она Гейзер. Это, опять же, в твою любимую тему пойдет. И у нас получилось, что Вася, чтобы закосить под сына, с чего все началось, они увидели, как старик, известный криминальный бизнесмен, ищет сына в Казахстане, которого на целине еще задел. И тут до него даже... А что, ржачный сериал? Еще на целине задел. Да, и тут до него, ему рассказали, что у вас там, оказывается, уже сыну... Слушай, я вот тебя слушаю и начинаю понимать. Я говорю, по-моему, мы телевизор не смотрим. Какие веселые вещи. Да, и он начал искать своего сына. И у него фамилия Гейзер. Он говорит, он в программе выступил на всю страну из Москвы, что ищу сына Вася Гейзер. А там получилось, что в этот момент Вася, Кайрат и Карина, вот наши три главных героя, три по большому счету милых, добрых, но балбеса. Они смотрели этот телевизор, и так выяснилось, что у Карины фамилия Гейзер. Вот. И Вася, и Кайрат решил, начал ее пытать, есть ли родственники. И выяснилось, что у Карины там есть троюродный брат вообще, Вася Гейзер, хотя у него есть папа и мама, но есть. И они решили, ребят, сейчас мы сделаем просто, мы сейчас возьмем и позвоним старику, скажем, что нашли Васю Гейзера. Слупим с него вознаграждение, а тот потом скажет, извини, у меня есть папа и мама. Ну и ладно, и фиг, кто их найдет. Вот. Позвонили старику, сказали, что мы тебе нашли сына, приезжай. Вот. Дали чуть-чуть деньжат Васе, настоящему, которого хотели этот. Тот с этими деньгами свалил. Нормально. А нарисовался колян вот этот, который... Колян, это вот это колян. То есть настоящий колян с большим ножичком, который ходит, всех пугает, который пообещенному уши отрезать, если они обманут старика. И ситуация в этот момент поворачивается просто другой стороной. И им просто... Они вынуждены регистрировать фиктивный брак девушки Карина, с которой у Карины девушки Кайрата, хотя у них свадьба через месяц. Они вынуждены делать этот фиктивный брак с Васей. И после этого, я вообще... Нет, нужен сорт травы, во-первых, которую вы курили, когда придумывали этот сериал. Это прям важно многим пользователям интернета. Надо вам славы спросить. Ты поделишься. Это слава, да? Нет. Мне вот... Шучу, шучу. Нет. А то сейчас к слою выйдут. После этой программы. Да нет, не выйдут. 12 человек. Не факт, что там милиционер сидит. Вот. По статистике их 10%, так что один будет. Да? Да. Ну, таки да, но нету доказательств у них. Этот. Я еще хочу спросить. Вот это интересный вопрос. Очень много людей, кто в отрочестве, я не знаю, там, что вот они слышат, что они творческие. Вот сейчас интересный вопрос задам, да? И они говорят, мы будем писать. И они говорят, мы будем зарабатывать деньги своей головой. То есть, вот мы придумаем что-то, вот мы фантазеры. И мы своими фантазиями покорим мир, да? И сможем этим зарабатывать деньги. Вот. А теперь вопрос. По твоим оценкам, у нас вот профессиональные вот сценаристы, да? Вот профессиональные придумщики, они у нас вообще сложились, вот как, я не знаю, там, как профессия, да? Там, как класс. Вот ты можешь перечислить, я не знаю, там, с десяток нормальных там сценаристов, таких живых, да? Которым можно заплатить деньги. Ребята тебе действительно придумают отжиг, там, с травой, без травы, нам не интересно в данном случае. Я сейчас тебя очень сильно расстрою. Я сейчас тебя очень сильно расстрою тем, что я вообще вне системы, я пришел со стороны, снял этот сериал и все. То есть, я не могу назвать, потому что я не знаю. Ну, слушай, раз ты не знаешь, понимаешь, наверное... Ну, я не из этого бизнеса, понимаешь? У меня постоянно во время съемок очень часто приходилось слышать, ну, не то чтобы упрек, я очень часто члены съемочной группы говорили, вот, день рекламы снимать, кино снимаем. И я привык, я снимал рекламу с оператором, видеоинженером и с актерами, с определенными, да? А сценарии писали сами. Я так отработал 15 лет. Последние 7 лет я занимался вещами немного далекими от видео, от рекламы, от кино. От продакции. Ну, да. Но, тем не менее, писал вот эти сценарии. Я знаю, вот мы со Славой Грачевым, с моим товарищем, с которым мы в свое время еще писали КВНовские шутки, я сам бывший КВНщик, то есть я насчитал, у нас на проекте, на Гезере, только в кадре было 11 КВНщиков. Только в кадре было 11 КВНщиков. Просто кто-то из них, те же самые Филипп Волошин, Вера Захарчук, Рома Альманский, Мурат Аспанов, их с КВНом-то уже ничего, сейчас зрители не связывают, но это КВНщики. И поэтому, плюс еще мы там со Славой и КВНщики, мы писали там эти сценарии, там еще кто-то помогал нам что-то делать. Поэтому вот был какой-то опыт, слава богу, нам со Славой повезло, мы писали в КВН еще тогда, когда на нем особо не делали деньги, поэтому мы могли там действительно самовыражаться, в свое время вотрочаться, и потом уже просто пошла реклама, пошли другие дела, и я как-то от этого ушел. Я как-то от этого ушел, и я не знаю, что творится на рынке. Я знаю, что… Тут, по-моему, ощущения все-таки немного там вот таких у нас товарищей. Я вот с Адамбаевым вот тоже снимал интервью с Нуртасом, да, он тоже говорит, Слава, мы сами пишем, вот для наших программ мы садимся, сами пишем. Мы, говорит, постоянно кричим этот клич, чтобы находить каких-то свежих голов, да, чтобы находить каких-то вот новых вот этих драйвовых ребят, но как-то плохо находится. Ну, я знаю, вот я знаю, что у нас… Могу назвать, вот так сказать, назови здесь человек, я могу назвать двоих человек. Это тоже мой старый товарищ по КВНу, Василий Земзюлин, который абсолютно работает только на Россию, на российские… Это «Папины дочки», «Светофор» и куча проектов серьезных. А он сам наш местный, да? Да, это наш местный человек, который здесь в свое время так получилось, что я не знаю всех причин, да, но он работает на Россию. Почему здесь у него не сражилось, может быть, финансово, может быть, как-то… Ну, может, не смог он семь лет прождать. Да, но вот это первое имя, которое я тебя назвал. Второе имя – это Денис Деев. Это человек, который просто начал писать сценарии. Он начал писать сценарии вот просто так. Начал, начал, начал. Тоже у него уже пара проектов на российских каналах, на СТСе один проект он написал, сериал. Сейчас еще что-то пишет. Вот два имени. Но эти два человека, особенно тоже Денис, да, они не связаны никоим образом с нашими… Но они наши, местные. Да, но они не связаны с нашим, с той тусовкой, например. Хотя Денис, например, написал уже несколько сериалов и у нас в Казахстане. Но это люди, которые не вышли из вот этой киношной тусовки. Это люди, которые просто начали писать сценарии, научились и делают это очень хорошо и востребовано. Слушай, ну вот, кстати, вот этим вот ребятам, у которых сейчас вот этот вот червячок-то есть, вот этот, пописать. Я просто почему вот живо так интересуюсь? Я ведь тоже там, я не знаю, там лет, блин, нацать назад, вот тоже, там, наверное, больше, чем семь, там, лет пятнадцать назад, я, у меня было вот такое благое вообще намерение, да, то есть вот пописать, побыть сценаристом. Я помню, я писал там какие-то сценарии для какого-то продюсерского центра. Мы тогда совсем были молодые, да, там, мне потом за один не дали денег, за какой-то дали денег. Ну, короче, я тогда еще понял, что кормить семью этим тогда, это были там девяносто восьмой год, да, то есть это было просто вообще тогда нереально и невозможно, вот, а что сегодня изменилось что-то, то есть, наверное, вот этим успешным сценаристам, там, которые пишут аж для каналов СТС, как бы, наверное, они уже имеют возможность зарабатывать так каким-то образом? Ну, я думаю, они имеют, да, хотя, знаешь, я тоже пытался, за вот эти вот семь лет, которые прошли, я несколько раз пытался поработать, ну, тоже, опять же, меня подтягивали друзья, знакомые, говорят, ты не хочешь поработать с сценаристом на проекте? Да. У меня ни разу не получилось. То с режиссером не нашли какого-то взаимопонимания. Не, а вообще, ну, ты просто из этой же, там, более-менее, это, сколько вообще, вот, сценарий для хорошего сериала стоит? Вот не, ну, твой ты писал, поэтому там у тебя, там, все гонорары, я думаю, в кучу свалены, а вообще, вот, по слухам, там, как люди устраиваются? Ну, мне, насколько я знаю, насколько я знаю, что у нас ставка алматинская на каналах и на студиях от 500 до 2000 за эпизод. Ну, вот так вот, то есть, одну серию написать у нас стоит двушку, а в случае с Россией, наверное, подороже. Там, о, пять. Пятерочка. Да. 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 Продолжение следует...